Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем разбор статьи из публикации за март месяц 2024 года. Тема статьи «Иегова любит и одобряет вас». Статья изучается на неделе с 3 по 9 июня 2024 года. Она основана на стихе из Луки 3.22. В тебе мое благоволение. В переводе «Нового мира» звучит «Я тебя одобряю». Наш разбор кардинально отличается от статьи и содержит примечания. Но кто предпочитает оригинал, тот легко сможет найти его и прочесть на официальном сайте общества «Стражевой башни» или прослушать на встрече собрания. И тексты, если не указаны иначе, мы, как обычно, будем приводить и Синодальной Библии. В том, что Иегова одобряет своих служителей, как свой народ в целом, ни у кого из нас, свидетель Иеговы, нет сомнений. Иегова радуется, глядя на свой народ, несмотря на то, что все мы несовершенны. Это нам известно из Псалма 149.4 текста. Но кто-то из свидетелей Иеговы в отдельности может быть недоволен собой и считать, что они не оправдывают ожидания Иеговы, поэтому он огорчен из-за них. Эти случаи описаны в 1 Царств 1 главе 6 по 10, Ио в 29 главе 2-4 и Псалме 50, 13 и 14 стихах. Почему могут возникать эти чувства? Чем они опасны и чем полезны? Давайте вместе рассмотрим сегодня. Под заголовок «Почему некоторые сомневаются в том, что Иегова ими доволен?» Некоторые из нас имеют комплекс неполноценности из-за того, что с детства мы не слышали от родителей слов любви и похвалы. А у кого-то комплекс неполноценностей возник из-за грехов прошлого. И тем и другим кажется, что Иегова тоже считает их никчемными и не любит их. Если сосредоточиться только на этих мыслях, они могут причинить немалый вред, доводя нас до угнетенного состояния и депрессии. «Ведь, как известно, унылый дух слушает кости». Цитируется вторая часть притчи 17 главы 22 текста. Однако, если при этом переключиться на мысли о силе Божьей любви, это может принести нам огромную пользу. Во-первых, стоит подумать о том, что если мы стали служить Иегове, значит, согласно Иоанну 14 главы 6 текста, это он привлек нас к себе. Иегова видит сердца, и если, несмотря на наши проблемы, он привлек нас к себе, значит, он нашел в наших сердцах что-то доброе и рассчитывает на нас, что происходит далеко не с каждым. Можем сравнить с текстом из Римлянам 9 главы с 11 по 13. Поэтому, лучше думать не о том, как мы никчемны, а о том, как принести пользу интересам Бога, кто полюбил нас, несмотря на нашу никчемность. Также можно сравнить второй параллель подмену на 6 главу 30, 12 главу 12 и Римлянам 5 главу 8 тексты. А теперь наше примечание. Авторы этой сторожевой башни в пятом абзаце пишут, цитируем, «Если Иегова говорит, что мы достойны любви, у нас нет причин в этом сомневаться». И приводит 1 Иоанна 3 главу 19-20 тексты, где сказано о том, что Бог больше сердца. Дескать, не переживайте, даже если ваше сердце вас осуждает, Бог все равно любит вас. Однако, во-первых, Бог любит нас не потому, что мы достойны Его любви, так как все мы грешные потомки Адама и недостойны даже Его внимания, тем более любви. А потому Бог любит нас, что Его сущность – это любовь. Доказательства содержатся в Римлянам 5 главе в 8 стихе. А во-вторых, слова из 1 Иоанна 3 главы 19 и 20 побуждают нас не успокаиваться, а реагировать на осуждение своего сердца и стремиться исправляться. Если нас осуждает наша маленькая совесть, есть риск подпасть и под осуждение Бога, кто гораздо больше нашей совести. Подробнее об этом смотрите в видео 3.26. Ну а теперь переходим к дальнейшему обсуждению статьи. Итак, с одной стороны, кого-то из служителей Иеговы может угнетать комплекс неполноценности. А с другой, если правильно им воспользоваться, этот комплекс служения Иегове может принести большую пользу и стать стартом для ревностного служения Иегове. Покажем это на примере апостола Павла, кто сокрушался о своих грехах, называл себя несчастным человеком. Записал он об этом в Римлянам 7 главе 24 стихе. Хотя он раскаялся в прошлых грехах и крестился, однако он все равно считал себя неполноценным апостолом и грешником номер один. Об этом мы читали в 1 Коринфянам 15 главе 9 и в 1 Тимофею 1 главе 15 стихах. Понимание того, что Бог любит его и хочет спасти от смерти, несмотря на то, что раньше он преследовал христиан и одобрял их убийство, пробуждало в сердце Павла глубочайшую благодарность к Богу и желание благодарить его не только устами, но и делами. Иисус не случайно в Луке 7 главе 47 тексте сказал «Кому много прощается, тот много любит, а кому мало, тот мало любит». То есть, если человек понимает, что он большой грешник, а Бог прощает ему множество грехов и протягивает руку помощи, в грешнике пробуждается ответная любовь к Богу и желание всю оставшуюся жизнь благодарить его словом и делом за любовь и доброту Иеговы, чего он не заслуживает. А если кто-то из свидетелей Иеговы считает себя праведником, он не может оценить силу любви в Божьем прощении. Дескать, а я же мало грешу, мне прощать нечего. Я заслуживаю любви Бога, поэтому неудивительно, что Бог меня благословляет и положением, и богатством. Именно так рассуждали фарисеи первого века, и их возвеличивание в своих глазах не давало им возможности понять силу любви в Божьем прощении и в его милости к грешникам. Поэтому они не могли полюбить Бога так сильно, как могли полюбить Его, осознающие свою греховность. Иисус это ясно показал в Луке 6 главе с 20 по 26 и 18 главе с 9 по 14 стихи. В связи с этим апостол Павел и писал христианам о том, что они по милости получают спасение благодаря вере, а не своим личным заслугам. Читаем об этом в Ефесином 2 главе 8 и 9 стихах. То есть, если мы понимаем, что Бог нам многое прощает, хотя мы и не заслуживаем прощения, это может нам принести гораздо больше пользы, чем если бы мы считали себя безгрешными праведниками. А Бога обязан им нас любить за наши собственные заслуги. Павлу осознание греховности и силы любви в Божьем прощении помогло с таким рвением стартовать на пути к Егове, что всю оставшуюся жизнь он служил ему 24 часа в сутки. И обосновал он свою мотивацию в Филиппийцам 3 главе 7 и 8 стихах. Если мы возьмем для себя на вооружение пример Павла, то и мы сможем сосредоточиться не на своей неполноценности из-за несовершенства, а на том, как выразить свою благодарность Егове за его любовь и доброту к нам, грешникам. Это поможет и нам стараться приносить хотя бы какую-то пользу интересам Еговы по мере своих возможностей. Наш любящий Бог не требует от нас сверх того, что мы можем сделать в служении Ему. Если две образные лепты – это все, что мы можем дать Богу в своих обстоятельствах, Егова рад и этому, не считая, что мы делаем для него очень мало. Основания, будь уверенными в этом, записаны во 2 Коринфянам 8 главе 12 и Марка 12 главе 42 и 43 стихах. Под заголовок «Как Бог заверяет нас в своем одобрении?» В служении Егове всем нам хочется убеждаться в том, что Егова нас одобряет. Это окреляет нас и побуждает трудиться в его интересах еще усерднее. Но как сегодня мы можем слышать его слова одобрения? Перечислим несколько возможностей. Мы можем слышать слова одобрения Еговы. Во-первых, в Библии в прошлом Егова напрямую говорил Иисусу Христу, что Он Его любит и ценит. Это мы знаем из Матфея 3 главы 17 и 17 главы 5 стихов. Сегодня Он говорит с нами не напрямую, а со страниц Библии. Мы можем услышать слова одобрения этой Еговы из Библии, например, от Иисуса Христа, кто сказал своим ученикам, что Егова любит их, так как они приняли Его Сына. Записано это в Иоанна 16 главе 27 стихе. Поскольку и мы, ученики Христа, эти слова также относятся и к нам. Во-вторых, мы можем слышать слова одобрения Еговы в практической помощи. Егова всегда заботится о том, чтобы у нас было все необходимое для жизни. При этом Он не ограждает нас от всех трудностей и с нами может случиться беда, так же, как это было с Иовом. Читаем об этом в Иоанн 1 главе с 8 по 11 стихи. Испытания – это не признак того, что Егова от нас отвернулся. Они дают нам возможность показать, как сильно мы Его любим и доверяем Ему. Именно это имел в виду апостол Иаков в 1 главе 12 стихе. Также в трудностях Егова может открыться для нас с новой стороны. Мы увидим, что Он любящий и надежный Бог, кто помогает нам выдержать испытания до конца, не согрешая. Помощь нам для ободрения. Текст из 1 Коринфянам 10 главы 13. В-третьих, мы можем слышать слова одобрения Еговы в собраниях народа Еговы. Он заверяет нас в своем одобрении через братьев и сестер, побуждая кого-то из них сказать нам доброе слово, или дать полезный совет в нужное для нас время. Можем открыть тексты Псалом 132-й и Притчи 3 главы 11-й и 12-й. В-четвертых, мы можем слышать слова одобрения Еговы в Святом Духе. Он помогает нам развивать христианские качества, любовь, радость, терпение, самообладание и т.д. Из Галатам 5 главы 22 и 23 стихов. В-пятых, в задании распространять благую весть, Еговы доверяют это задание лишь тем, кого Он одобряет, как об этом сказано в 1 Фессалоникийцам 2 главе 4 стихе. В-шестых, мы можем слышать слова одобрения Бога и в том, что Он прощает наши грехи благодаря жертв Иисуса Христа, согласно текстам из 1 Тимофея 2 главы 5 и 6 стихах. Тех, кто верит в выкуп, Бог считает праведными и обещает их благословлять, а Он всегда выполняет свои обещания. Об этом писал апостол Павел в Римлянам 3 главе 3, 4 и 26 стихах. Как видим, ни у кого из служителей Еговы нет причин унывать из-за своей неполноценности, ведь Бог любит и принимает нас такими, какие мы есть, в уверенности, что ничто не помешает нам откликнуться на Его любовь искренней благодарностью, чего и себе, и все вам, дорогие друзья, слушатели и читатели, искренне желаем. В конце напоминаем, что только что прозвучавшую информацию Вы также сможете найти в текстовом варианте. Ссылка на него находится в описании к этому видеоролику. Материал был подготовлен свидетелем Еговы сайта Ящик ответов. Спасибо за внимание.